Сотрудники полиции, служащие Банка России, не устают напоминать жителям региона об опасности финансовых мошенников. Только за минувшие выходные у жителей Верхневолжья мошенники украли почти 4 миллиона рублей. Классические способы – это якобы лже-банковский сотрудник и порядка 35%, то есть треть преступлений. Порядка 30% – это покупки и продажи в сети интернет. Инвестиции, я сказал, небольшой процент их, но очень крупные ущербы обычно оказываются. Плюс такой способ, как родственник попал в полицию. Там ДТП совершил, с наркотиками задержали, еще что-то. То есть он последний год очень активно развивается. Мошенники используют все схемы обмана. На этой неделе двое мужчин поверили мнимому банковскому сотруднику, оформили кредитные обязательства и перевели мошенникам более 5,5 миллионов рублей на продиктованные номера банковских счетов. Предупреждая жителя региона о бдительности, полицейские еще раз напоминают об уголовной ответственности тех, кто пытается заработать так называемым курьером. В 95 случаях их ловят из 100, в 95%. То есть, может быть, его с первого раза не поймают, со второго, с третьего он точно попадется. Нередко польстившись легким заработком, на роль курьеров соглашаются подростки, не понимая, что за все придется платить. Многие думают, что если меня поймают, я вот получил, там, 500 тысяч забрал у бабушки, да, там, у дедушки, оставил себе 20 с этих денег, то если меня поймают, я должен вернуть 20. Нет. Законодательство у нас стоит на стороне потерпевшего. И если ты соучастник преступления, и ты хочешь смягчающие обстоятельства, то тебе придется вернуть все 500 тысяч, чтобы тебе... А уже потом сам со своими подельниками разбирайся, как ты с них будешь эти деньги трясти, оставшиеся, которые ты перевел им. Вступая в мошенническую схему, вам не только придется платить по счетам, но и получить при этом реальный срок. Организованная преступная группа – это не шутка. А когда есть тот, кто звонит, у него одна роль, он на его роль развести, и тот, кто забирает деньги, это вторая роль, это уже организованная преступная группа. А здесь сроки до 10 лет тюрьмы. И как бы уже такие сроки солидные. И у нас были прецеденты, когда несудимые ранее граждане, совершавшие в составе организованной преступной группы несколько преступлений, несмотря на смягчающие обстоятельства, там у них были еще что-то, они получали 7-8 лет реальной тюрьмы. Специалисты еще раз призывают вас, уважаемые земляки, к бдительности. Продолжение следует...